Добрый день, дорогие граждане! Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации! Здравствуйте! Сегодня мы вышли к вам, чтобы сообщить информацию, которая, по крайней мере, нас, депутатов фракции партии ШОР, позавчера лишила дара речи. Позавчера мы с изумлением обнаружили, что на счета депутатов и сотрудников парламента была переведена без нашего ведома определенная сумма денег, о происхождении которой мы ничего не знали. Точнее, речь идет о 800 леях, которые были выделены распоряжением Генерального секретаря парламента. Мы попытались выяснить, что с этими деньгами, откуда они взялись, и узнали, что это, оказывается, бонус, премия, единовременная помощь, называйте это как хотите, по случаю пасхальных праздников. То есть, руководство ПАС задумало приятно удивить народных избранников и выделить им дополнительные деньги, чтобы им было на что накрыть пасхальный стол. То есть, вы понимаете, какое у нас заботливое руководство, и как оно печется о депутатах и обо всех высокопоставленных государственных чиновниках. И это в то время, как народ, учитывая все повышения, вынужден экономить на последнем и самом необходимом. Это несмотря на тот факт, что после резкого повышения цен на продукты питания, допустим, стоимость хлеба увеличилась у нас с вами на 34%, простому гражданину теперь приходится заранее откладывать деньги, чтобы было на что накрыть стол пасхи. Это при том, что нашим гражданам нужно еще оплатить как-то последнюю фактуру за отопление, стоимость которого увеличилась в 2,5 раза. Получается следующая ситуация. Цены растут в стране для всех, а вот пасхальные премии выдают только привилегированным. Хотя между нами, говоря, депутаты и остальные высокопоставленные лица не самые бедные люди в стране. Да, вы правильно поняли, представители ПАС после того, как повысили себе зарплаты и значительно увеличили собственный комфорт, решили дать себе еще один приятный пасхальный бонус, чтобы все были довольны. И, может быть, это было бы неплохо, если бы были другие времена в стране, и если бы правящее большинство с таким же трепетом и вниманием относилось не только к депутатам, а ко всем гражданам этой страны. Но в условиях, в которых они решили лишить самых обездоленных людей в этой стране той единственной помощью, которую они получали до сих пор на Пасху, напомню, в прошлом году это была тысяча лей, в условиях, когда людям нечего поставить на стол, потому что все стало очень дорого, что выделять себе деньги из государственного бюджета, то есть за счет тех же граждан, которых вы довели до ручки, это жесть беспрецедентной наглости. И это, кроме возмущения, вызывать никаких других эмоций не может. Апогеем является то, что в четверг, в повестку дня пленарного заседания, был незаметно просунут законопроект об изменении бюджета, предусматривающей увеличение средств, выделяемых из госбюджета президентуре и нескольким другим правительственным учреждениям. Точнее, Майя Санду, бесспорный лидер этой власти, запросила на днях выделения президентуре дополнительно еще полтора миллиона леев. И, следовательно, бюджет возглавляемого ею учреждением увеличится до 34 миллионов леев. Это при том, что даже в настоящее время он уже составляет 32,5 миллиона. Напомню также вам, что в 2021 году бюджет президентуры составлял 29,7 миллионов леев. А во время избирательной кампании 2020 года Майя Санду обещала людям, что одним из первых действий, которые она предпримет, когда придет к власти, будет сокращение расходов президентуры. Кульминацией является то, что ранее она увеличила свою зарплату более чем на полторы тысячи леев, в то время как на учителей пришлось лишь по 300 леев надбавок к мизерной зарплате, которую они получают. Да, дорогие друзья, дороговато нам обходится власть хороших людей. То есть власти постоянно рекомендуют гражданам затянуть пояса, потому что денег нет на повышение пенсии, зарплат, на инвестиции в развитие, на содержание школ, детских садов и так далее. А сами разбрасываются миллионами направо и налево, чтобы обеспечить себе комфорт и благополучие. Столько цинизма Республика Молдова еще не видала. Я хочу, чтобы граждане, которые еще верят, что эта власть заботится об их проблемах, поняли наконец-то, каково реальное отношение к ним со стороны нынешней власти. Это национальный позор и беспрецедентное издевательство над людьми. Мы, депутаты партии ШОР, не хотим участвовать в этом позоре и не примем эти деньги. То есть мы пожертвуем их людям, которые в них нуждаются гораздо больше и которых нынешняя власть лишила какой-либо поддержки. И хотим верить, что в этом парламенте еще остались совестливые люди, которые поступят точно так же, как мы. А если нет, то, по крайней мере, люди, граждане должны знать об этом. Я действительно поражен той меркантильностью и непониманием властей нынешней ситуации в стране. То есть у наших с вами бабушек, дедушек отбирают помощь к Пасхе и отдают их депутатам. Это просто необъяснимо. Я считаю это, лично я считаю это оскорблением граждан Молдовы и хочу искренне извиниться перед вами за тот беспредел, который творят власть имущие. Спасибо за внимание.